Должен вам сказать, что даже в нашем, даже в нашем веселом, общительном и жизнерадостном городе все оказалось, как говорит в таких случаях Дональд Трамп, я не ожидал, что будет так тяжело. Да, даже в нашем городе многие, очень многие из приблизительно даже не 10, а 15 человек находится только один, который не боится сказать то, что он думает на камеру. Итак, общественное мнение по поводу самого важного, жизненно важного вопроса по мнению нашей власти для всех жителей вильной и незалежной. По поводу без виза. Я так подумал, где же найти такое место, чтобы не мотаться по всей стране и даже в пределах одного города не мотаться по всему городу. И нашел его. Ну, конечно же, в Одессе. А где в Одессе можно встретить всех людей, которые в той или иной степени любят покушать, обменяться мнениями и новостями? Ну, естественно, на привозе. Вот он, красавец во всей красе, знаменитый на весь мир привоз. Итак, поехали. Это вы без визы? Да. Ага. А о бедном без визе замолвите слово. Да-да-да. Вот пришел, потратил деньги и весь без виз. Ага. Меня без виз на привоз и на унитаз. Остальное... Спасибо. Ну, здоровья вам, успехов, чтобы хватало денежек еще на что-то. Проплатила и ехала, жила в 5-звездочном отеле. А сейчас 35 евро, допустим, у меня есть на визу, но на отеле уже 5-звездочный у меня нету и на дорогу нету. Так что я сижу дома. Понятно. Вы можете что-то добавить? Хорошо. Спасибо за ответ. Добрый день. Без визы я думаю то, что в какой-то степени это упрощает. Но и раньше можно было уехать спокойно за границу. Главное, чтобы у людей деньги были, нужно поднимать экономику. В первую очередь. Ну, все-таки это плюс, да? Это как плюс. Ну, это для тех. И я, в принципе, за любое объединение. Но главное, чтобы это объединение было только в лучшую сторону. А как вы думаете, Европа перевоспитает нас? Или мы научим Европу не только банкотуватый, но и быковатый? Не думаю, что она воспитает. У нас разный менталитет людей. Мы как-то как славянные, а они чуть-чуть другое. Значит, с нами все ясно, да? Здесь все-таки останется. И безвиз нам не поможет. И Запад не поможет, и Европа не поможет, да? Мы сами должны рассчитывать на свои силы, я так считаю. Спасибо. Удачи вам. Хорошего дня. И в мире город Одесса. Пускай они едут к нам по визам, а не мы к ним безвизам. Так они к нам безвиз уже давно ездят. Ездят, так надо им запретить, чтобы они меньше сюда мусора и болезней возятся. Ясно, спасибо. Ничего не думаю. Мне как-то это... По барабану? По барабану. Хорошо. Я никуда не езжу. Дохочего. У нас идут немного кормят. Хорошо. Спасибо. Извините, а вы не скажете? Ой, извините. Нет, не скажет. Скажите пару слов, что вы думаете о безвизе, молодое поколение. Это хорошо. Будем ездить в Европу. Будем работать. Так. Будем продавать там техникум. Так безвиз же не дает право работать. Как? Как это не дает? Не дает продавать работать Европу? Это плохо. Нам бы, если бы еще разрешили бы вот это вот, мы вообще были бы классные. Да. Такой безвиз нам не нужен, что ли? Ну, как сказать, отдыхать для отдыха, может, можно. А так? Ну, короче, это плюс. Круто, наверное. Наверное? Наверное, не знаю. Но сами еще вы никаким образом еще не воспользовались. Не воспользовались, да? Но планируете? Планирую. А что вас останавливало до этого, вот эти 35 евро, стоимость визы, поездка в Киев или в ближайший город в Космос? Все равно, даже с безвизом дорого как-то, достаточно. Поэтому даже с безвизом немногие смогут выехать. Виза? Не знаю, я ничего не думаю, мы никуда не планируем ехать, поэтому ничего не думаю. А почему в молодые годы не собираетесь никуда посмотреть? Потому что денег нужно много, у нас только нет. Поэтому... Вы учитесь? Нет, мы работаем. Ага. И все равно денег нет? И все равно денег нет. Ясно. Удачи вам, хорошего дня и заработать побольше денег. Так, дорогие друзья, мы в Одессе, Вильная Незалежная, в том самом огромном зале всемирно известного рынка проивоз, где впервые в истории Вильной Незалежной был исполнен гимн Евросоюза в исполнении Одесского симфонического оркестра. Водок радости, который является официальным гимном Евросоюза. Впервые был исполнен здесь где-то два-два с половиной года назад. С тех пор безвиз уже стало реальностью. И можно узнать и одесситов, что они думают по этому поводу. Ну, скажите пару слов. Что вы думаете о безвизе? Ну, что мне думать, я все равно куда-нибудь собираюсь ехать. Ну, как же. Почти даром. Или даром за оборудованием. Даром мужчины не всегда в пользу. Да? Да. В этом случае, вы думаете, точно не прокадает? Нет, мне она как бы... Мне от этого ни поводу не жарко. Ну, а как вот вы думаете, ну, для молодежи более... Ну, для молодежи, может быть, молодых, подвинутых людей. Для молодых, да. Для молодых это... Есть перспектива какая-то. А какая перспектива, если работать нельзя, учиться по этой виду нельзя? Это не обязательно. Главное, видеть мир и что-то хорошее принимать в себя здесь. Ну, мы же знаем, как должно быть. Ну, мы знаем, но мы не делаем этого. А если мы увидим, мы начнем делать? Я думаю, что да, может быть. Это нас более убедит, да? Может быть, да. Вы думаете, что мы научим Европу не только банкетовать, а и быковать? Или они нас перевоспитают? Нет, они не перевоспитают нас, но... Мы трудновоспитуемые, да? Да, да, но надо самим воспитывать и не так. Ясно. Но все-таки какой-то плюс есть, да? Ну, есть, да, есть. Для молодежи, да, для нас как бы. Ясно. Спасибо вам. Удачи, здоровья, хорошего дня. Так, а это у нас обратная сторона медали, так сказать, тыл привоза, где еще точно не ступала нога ни одного журналиста, ни одного блогера. Здравствуйте, доброго дня. Скажите, пожалуйста, вы можете пару слов что-то доброго или не совсем сказать... Я могу сказать... О безвизе. Да. Без протокола у меня училась семья и школа, это первое. Так. Второе рассказываю, что такое безвизовое пространство. Все нас дурят. И Порошенко дурит, и все народ дурит. Вот это открывает, это... Чего он пиздит... Только выкерзли. Пи-пи-пи-пи. Да, пи-пи. Чего он пиздит 45 миллионов, а не 40... А сейчас 35. Ну зачем говорит народу, что не то? Дальше это третье. Это первое. Второе, да? А теперь третье, хочу сказать. Безвизовое призыв. Вы верите этому? Это... Это такое чушь. Дальше скажу. Почему чушь? Скажу сразу. Потому что чушь. Потому что, получается, дитя не надо выполнять. Надо это. Это еще 500 деклараций будет. Но обман есть обман, блядь. В государстве есть обман. Без государства обман он не может жить. В этом мире не может жить. И Порошенко пусть, собака подумает. Не может жить без обмана. Все не могут жить без обмана. Это такое государство. Кроме меня, Коля Поробосов, очень самый сильный человек. И именно действительно я вам говорю, как она веет. Спасибо, спасибо вам. Вы так не... Сами понимаете, в карман за словцом не лезет. За словом не лезет. Поэтому можем нарваться не только на комплимент, но и на крепкое словцо. Я вам скажу по секрету, могут даже и послать. И не только меня. Так, ну... Тех-то ладно, а меня-то за что? Ясно. Спасибо, извините. Не за что. Дайте руку пожарь, пока я живой. Я что, обиделся? Нет, нет. На правду нельзя обижаться. Вот именно, на правду. У меня вот в характере сидит правда. Ясно. И недавно услышал, что 45, когда вот это, безвизовый пришел. Спасибо этому народу 45. Скажи же 38. Уже будет 30 скоро, блядь. Узнаят. Если бы не Порошенко сказала, блядь, эти детей. Посмотрите, дети беспризорные. Виктор, Виктор, за интервью 20 рублей. Спасибо, извините. Извините, извините. Я за вас. Не обижайтесь. А куда это идет? Это YouTube. YouTube? На какой программе? Извиняюсь, вы можете сказать полослов, что вы думаете о безвизе? Лучше не надо. Я что думаю? А? Что я думаю? Ну да, вы... А вы для кого снимаете? YouTube. Нет. Не шари? О, нет. А вы за или против шари? За. За? За, но нам здесь жить. Извините, вы можете сказать полослов, что вы думаете о безвизе? Извините. Ясно. Девушка, вы одесситка? Да, одесситка. Скажите полослов, что вы думаете о безвизе? Не знаю, что я могу сказать о безвизе. Ну, вы думаете воспользоваться им как-то, какую-то пользуюсь этого парня? Собираетесь в Европу или куда-то в другие страны? Собираюсь в Европу, но еще не думала. Еще не думали, да? На повестке дня не стоит. Ну ладно, удачи вам, счастливо. Какого-то спросить, как у будущих моряков. Скажите, ребята, что вы думаете о безвизе? Пару слов. Ну, это очень хорошо. Так, ну куда же вы убегаете? Да, на пару пора. Ага, понятно. Но на пару опаздывать нельзя. Ничего не могу сказать. Ни плохого, ни хорошего? Ни плохого, ни хорошего. Обед нам безвизия, замолвить слово. Нечего? Да, в Евросоюзе жил, там ничего хорошего нет. А, даже так? Да. А, на собственном опуте, да? Ну, поделитесь. Да, спасибо. Каждый отдох, что ты это почувствовал для собственной школы, да? Спасибо вам. Да, нет. Извините, можно вас спросить? Пару слов, что вы думаете о безвизе? Ничего не хочу говорить. Да, сна, спасибо. Извините. Извините. Ничего умного не скажу. А так, чтобы что, да, да, вот до ум пришло. Ничего. Ничего, ни хорошего, ни плохого. Спасибо. Удачи вам. Удачи вам. Не, ну, шутки, ни шутки. Нужно, и нужно. Все. Не, извините. Нужно, потому что, вот, не, а сын там живет. Даже там живет. Да, значит, вы уже в курсе дела, вам, вас ничем не удивить, вы ездите в Европу, да? Ясно. Ну, так уже половина одесситов, наверное, там перебывала. Ну, тогда даже спрашивать. Понятное дело, что вы уже... Не нравится это? Я могу сказать это мне, камеры. Что именно это? Не, мне очень многое не нравится. Но я не имею права высказывать свое мнение. Я должен... Мне нравится, вот. Мне нравится безвизлый режим, потому что я могу вот здесь просто поехать. Вот, и ничего не хочу там. Да, и сын у меня туда ездит. Извините. Да, знакомые, то есть родственники туда ездят. Мы нет. Ясно. И не поедем. Почему? Потому что. Ясно. Извините, спасибо, удачного дня. Спасибо. Я все равно не поеду. Да? А о бедном безвизе замолвить слово? Нет. Я все равно не поеду. Ясно. Безвизе, пара... У вас такая форма почти классная, почти настоящая. Да, она настоящая. Так, вы из киевского Динамо? Почти. Ну, что вам безвиз? Что вам нужно безвизе сказать? Что я должен сказать? А то, что думаете? Ну, большой развод. Ага. Украине не нужно это безвиз. Это безвиз туда едет полтора процента. А все остальные это... Так полтора же и ездила до этого. Так и до этого ездит. Им, что безвиз был, что нет, то есть роли не играет. Ясно. Это просто комедия. Ага. Ну, очень лаконично и понятно, и доступно. Спасибо вам. Удачного дня. Сейчас еще безвиз будет с Японии. Представьте, кто поедет в Японию. Ага. А если в Андорас? Что? Ну да. Ну, с Одессой два. Это два по противу. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok